Эти люди были вовлечены в активную политику, и в этом смысле и я, и господин Линдерман стоим на единых позициях. Поэтому мы, пожалуй, отличаемся от нашего парламента сегодняшнего, поскольку цель у нас у всех одна. А вот методы, да, действительно отличаются, и взгляды на то, какие методы необходимо применять. Именно поэтому, демонстрируя свое неуважение к государственным символам, некоторые участники парламента считают, что это адекватное отношение к тому государству, которое относится к своим жителям так, что не дает им права. А вы как считаете, как председатель парламента? Я встал при исполнении гимна, я признаю эту страну как таковой, хотя я не считаю, я не считаю, что гимн автоматически отражает тех людей, кто сегодня во власти. Если завтра, условно завтра, или через пять лет у неграждан будут все права, я точно так же буду солидарен вставать вместе с этим гимном, это будет моя страна. Да, сегодня эта страна, к сожалению, в лице своего правительства отворачивается от нас, но это же не страна виновата, мы ее отчасти тоже виноваты. И совсем последний вопрос. У вас на сайте есть призыв жертвовать, на что пойдут эти деньги? Я понимаю, что люди не будут получать депутатских зарплат, как вы тоже сказали. А на что тогда собираются эти деньги? Ну, по сути дела, деятельность парламента так или иначе включает в себя снятие помещений, поскольку мы не имеем собственных помещений, аренду офиса, который у нас сейчас есть, и который нам нужно содержать. Любая информационная деятельность, в том числе буклеты поддержания того же сайта, который является нашим основным информационным порталом, стоит определенных средств, программисты, системные администрации и прочее. Возможно, что в зависимости от количества средств, если средств будет больше, возможно, что мы сможем оплачивать постоянного представителя, например, в европейских структурах. Потому что на сегодняшний день, может быть, мое личное видение, нам необходимо всеми силами давить в Европе, продавливать эту точку зрения, необходимо, чтобы она стала актуальной, и нам нужен авторитетный переговорщик с их стороны. То есть посредник, который сможет посадить обе стороны за стол переговоров. На сегодняшний день может сложиться ситуация, что латвийская власть не захочет садиться за стол переговоров. Нам нужен кто-то в виде посредника авторитетного, скорее всего, европейского, кто сможет посадить обе стороны за стол переговоров. И на это нужно денег. Для того, чтобы появился постоянный представитель, который будет там находиться и 24 часа, ну не 24, а 8 хотя бы часов в день работать с политическим бомондом, скажем так, Брюсселя, для этого нужны деньги. На сегодняшний день мы это делаем... Как он наемный менеджер? Ну, это называется наемные лоббисты. На сегодняшний день через лоббистов проводится огромное количество законодательств на уровне Евросоюза. Это, в общем-то, общепринятая практика, и другого пути пока там не придумано. Либо вы от собственной персоны продвигаете этот вопрос, но тогда нужно иметь большие ресурсы. Может быть, страна целая, и то не всегда небольшие страны с трудом справляются с продвижением. Либо нанимаются компании или представители, которые профессионально занимаются тем, что актуализируют тему в СМИ, актуализируют ее на различных встречах и брифингах, организуют... Ну, это целый процесс, на самом деле. Спасибо. На этом сегодня всем. Приятного утра. Редактор субтитров А.Семкин